приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова и так показываю продвижение по платью в принципе кого устраивает такая длина можно закрыть петли одевать и уже хвастаться идти на улицу восхищать покорять заражать вдохновлять и продолжите сами эти глаголы эпитеты но я восхищена мне нравится то что у меня уже вырисовывается сегодня расскажу мы с вами смоделируем вот этот низ платья этот волан я расскажу вам как это я делала ну и подскажу как это рассчитать чтобы это выглядело очень красиво не просто так вот дошли до волана и пошли вязать на бум лазере как говорится столько-то резинки столько-то ажурной полосочки все нужно заранее просчитать выдержать пропорции и потом только приступать вязать чтобы не перевязывать но это как совет там в принципе не сложно это сделать и и я покажу вам свои расчеты в общем все будет в этом видео ну и в конце наверное не обещаю но скорее всего вставлю немножечко влога вчера мы ходили гулять вчера у нас было 12 месяцев называется был сильный ветер было солнце потом пошел снег и вместе со снегом была гроза а вот такая интересная вчера была бы погода и как только мы попали под этот снегопад под этот ветер снегопад мокрый практически как дождь только мы пришли домой и выглянуло солнышко так что кому интересно все это я покажу он в конце ролика ну а в начале конечно же вязание во первых посмотрите а здесь у нас добавилась пряжа вот такого более темного оттенка и пряжа опал в общем я вышла из положения вот эту дорожку вы помните что я вязала из рекорда но поскольку во первых платье пошло на расширение о расширениях я вам тоже расскажу я здесь уже добавила два раза по 10 сантиметров все это на столе в расчетах все покажу и а вот эту я понимала что мне не хватит вот этой пряжи рекорд было 50 грамм посмотрите я вышла из положения купила и купила вот эту пряжу предоставлял магазин кудель это насочная пряжа опал она просто один в один нос с цветом с вот этим рекордом просто один в один она немножечко тоньше вот сейчас вы видите вот этот ажур я уже вижу и запала но может быть если совсем присмотреться может быть она на полтона чуть-чуть потемнее вот это вот все таки более белое но кто сказал что это неправильно это очень даже красиво и вообще когда так скажем но грамотно суметь сочетать пряжу пусть это будет разная пряжа но вот эти выходы из положения так скажем замена пряжи которая не хватает очень даже уместно смотрятся в вязаном полотне и в итоге изделие получается даже более интересным если бы эта пряжа была одна и та же то есть вот эти полуоттенки полутона это очень важно и это просто очень красиво и так значит что у меня еще по этому платью значит какие мысли поскольку я внедрила вот этот более темный оттенок в кокетку не в кокетку а в вала по низу платье возникает сразу мысль поскольку платье с коротким рукавом возникает мысль связать какой-нибудь палантин или что-то такое или может быть даже а знаете как это называется шарак до шарф рукава которая связать вот таким прекрасным ажурным рисунком которые участвуют вот здесь схему узора я вам показывала в видео заходите в плейлист и там по моему называется то ли начало платья то ли новый проект но в общем найдете здесь все очень просто даже могу сказать на словах 3 петли 3 лицевые накид 3 вместе накид 3 лицевые накид 3 вместе накид потом следующий ряд провязываем все петли лицевые чтобы провязать сделанные нами накиды а в следующем ряду смещаем если мы начинали с трех лицевых теперь мы делаем накид 3 вместе накид и 3 лицевые то есть шахматном порядке меняем расположение вот этих лицевых и 3 вместе с и два накида вот и все вот такой ажурный рисунок получается и вот у меня сейчас возникает вопрос у меня 100 грамм вот этой пряжи темного оттенка и даже не 100 даже побольше вот этот оттенок и крю называется я хочу связать ажурный шарф рукава думаю что будет очень красиво и будет очень функционально то есть и в прохладную погоду и в менее прохладную мы можем вот так вот одевать платье и без рукавов и получается вместе с рукавами или может быть болеро какое-то сюда но нет болеро нет все-таки мне хочется чтобы был длинный рукав но и как самостоятельная вещь вот этот шарф рукава у меня уже несколько моделей связаны вот таким вот способом если вспомните платье моей мечты я там тоже вязала шарф рукава и этот шарф рукава я носила и отдельно вместе потом к нему добавилась шапочка получился комплект и получается что вот так вот мы комбинируем одну вязаную вещь с другой и у нас получается много вещей но посмотрите какая красота я долго думала внедрять ли вот эту коричневую полосочку более темного оттенка и запала а сейчас смотрю и думаю как правильно я сделала вот какой-то знаете такой маленький штришок маленькое вот такое дополнение но она меняет подчеркивает добавляет немножечко ну такого шарма что ли в изделии и а получилось очень красиво платье у меня по длине будет около 110 сантиметров это ниже колена метр у меня рост у меня метр шестьдесят семь а вот конечно если она вытянется после стирки тогда придется наверное низ немножко переделывать потому что он 115 сантиметров в длину наверное все таки будет многовато но в общем это так забегаю вперед что будет то и будет покажет время а сейчас переходим на стол и я вам покажу как рассчитать вот этот нижнюю часть юбки платья вот этот валан где я добавляла петли все об этом расскажу немножко подробнее итак рассчитываем низ нашего платья чтобы внедрить этот узор а вот мои наброски я вам сейчас покажу это все мои черновики и а сейчас я вам расскажу как я это рассчитывала а во первых когда вы связали платье я его связала 70 сантиметров то есть здесь у меня сейчас так вот немножечко нарисую здесь у меня резиночка и вот я пошла вязать юбку вот если вот так вот схематично то я провязала вот здесь 70 сантиметров мое платье будет 110 сантиметров значит отнимаем 70 получаем а 40 сантиметров 40 сантиметров а значит должна занять вот это моя нижняя юбка с расширением чтобы получить 110 сантиметров в длину вы конечно же можете рассчитывать по своим меркам может у вас будут короче может быть длине я просто рассказываю как пример чтобы вы смогли рассчитать вот этот валан и так я высчитала что вот эта часть у меня займет а в итоге 40 сантиметров и все платье мое будет тогда 110 сантиметров в длину думаю что это понятно хоть бы не вытянулась после стирки очень на это надеюсь и так нам нужно рассчитать вот эти 40 сантиметров чтобы красиво сюда внедрить а вот этот наш узор у нас там есть вот такая мелкая мережка потом есть узор более ну там покрупнее вот этот ажур потом наверное опять пойдет мережка и потом пойдет резиночка но это я вот так себе набросала как мы как я вам показывала вот здесь и стала прикидывать сколько же мне рядов и сантиметров провязать как мы помним где я показывала расчеты по нашему платью у нас получилось что один сантиметр это я имею ввиду вверх это три ряда три ряда в общем не буду искать мы с вами высчитывали плотность вязания и я говорила что две петли равно одному сантиметру это у нас ширина и три ряда это у нас высота вот это наша плотность вязания и так а значит получается вы можете просчитать во-первых как вам удобнее либо в рядах либо в сантиметрах вы можете 40 сантиметров разделить на три получить сколько у вас будет рядов и потом уже высчитывать сколько и какого узора вам провязать я сейчас покажу то что высчитала я вот мои мытарства тут я все прибавляла во первых вы же можете вот эти полоски разместить как вам угодно то есть пошире можете одну полосочку можете две вот этих мережки добавить по верху то у нас идет вот так вот сейчас там идет одна тоненькая мережка потом вот этот узор 3 вместе накид 3 вместе лицевой накид 3 лицевые и еще одна мережка можете вот так и оставить низ но я немножко добавила изменила у меня видите внизу идет две мережки причем я кроме того что я изменила я еще добавила здесь пару рядочков вот вы видите платочная вязка другим цветом естественно у меня поменялась тогда ширина этой полоски и это все нужно учесть при расчете я сейчас вам покажу как рассчитывала я вот видите ура три попытки у меня было расчета и вот все получилось то есть вот это вот резиночка видите я после лицевой глади перешла на резинку вы можете вообще вот этот узор без резинки сделать по лицевой глади но я не не захотела менять я решила сделать низ таким же как и вверх то есть с резиночкой провязала я 5 сантиметров резинкой сколько там рядов сейчас скажу у меня было 14 рядов хотя по идее должно быть 15 если мы умножаем на плотность три ряда вверх но я провязала 14 рядов дала все-таки какое-то расстояние на то что вдруг вытянется платье дальше у меня пошел вот этот узор мережка 2 вместе накид 2 вместе накид ну и платочная вязка потом опять пошел видите здесь уже около 3 сантиметров пошла опять резинка потом пошел опять вот пошла вот эта мережка и опять узор 3 вернее 5 сантиметров резиночкой и так я думаю что основную мысль я до вас донесла что нужно в начале сделать расчет расположение петель высчитать сколько это займет рядов сколько займет сантиметров чтобы не получилось так что вы начали вязать на глаз начали прикидывать провязали полоску такую провязали такую в итоге у вас не вы не укладываетесь в длину вашего желаемого изделия и у вас здесь получилось береберда потому что нет никаких пропорций и это смотрится некрасиво я сейчас приведу пример вот то что вот видите это даже написала ура сошлось у меня по сантиметрам конечно можете при вязании немножечко корректировать но смотрите резиночкой у меня 5 сантиметров потом вот эта узкая полоска полтора сантиметра потом у меня потом опять пошла резиночка три сантиметра узкая полоска полтора сантиметра и здесь уже опять пошла резиночка пять сантиметров восемь сантиметров вот этими я обозначила вот сейчас я вижу вот этот узор потом опять пять сантиметров и вот это вот часть то есть к этот мережка пошла полтора сантиметра 3 сантиметра резинка опять мережка и 5 сантиметров резиночка это низ изделия и закрою я это все дело так как мы с вами закрывали есть подробный мастер-класс как я вязала вот этот рукав до по рукаву девочки хорошая мысля опосля помните я вам рассказывал уже не помню какой это был правый левый рукав и мы вот здесь вот когда все это обвязали и нам нужно было закрыть я здесь оторвала нить прицепила здесь и пошла закрывать в обратную сторону изнанка то есть у меня здесь был обрыв нити зачем я это сделала непонятно можно бы было вот я в этой точке закрыть здесь но не лицевыми а изнаночными то есть в этом рукаве мы закрывали здесь все шло по кругу и когда я развернулась без отрыва нити в этом рукаве я пошла закрывать вот лицевой ну а здесь можно было закрыть петли но не лицевой а изнаночной если мы уже на лицевой стороне вот сюда потом после закрытия я возвращаюсь и здесь доделать вот этот рядочек соединительных столбиков вот и все не было бы никакого отрыва нити вот так вот как говорится хорошая мысля но после но вот что вот что пришло мне в голову это же я нигде не увидела мне же об этом никто не рассказал это моё ноу-хау ну и конечно первый блин вышел немножечко комом поэтому здесь вот не нужно делать обрыв нити просто нужно было закрыть немножечко другими петлями и получилось бы все идентично все одинаково чуть-чуть подумать но видите тогда эта мысль не пришла так что вот так вот мои хорошие я вообще в восторге я не знала вот эта пряжа опал носочная которая сейчас покажу этикетку вот такая замечательная пряжа кто не знает эту пряжу в магазине кудель громаднейший выбор дорогая но здесь 425 метров у хороший метраж хватит намного так вот я когда попробовала эту пряжу вот здесь вот так это изнанка вот лицо в ажуре я просто обалдела какие же красивые кофточки получится с таким метражом мне кажется два моточка вообще хватит на кофточку или на джемпер окну на что-то такое а вот значит вот этот оттенок то что я добавила вот здесь это оттенок 51 18 а вот этот и крю этот оттенок 30 81 так что вяжем и наслаждаемся чуть не забыла я же вам хотела рассказать о прибавки петель сейчас на этот листик сколько петель и где я прибавила итак смотрите после крайнего видео по этому платью когда я сделала вот здесь прибавку и пошла вязать вниз у у нас было 258 петель я еще прибавила два раза по 18 петель сейчас покажу в каких местах и сейчас у меня на спицах 294 петли буду ли я еще прибавлять или нет я вам конечно же скажу может быть еще один раз немножечко расширю в итоге из 65 сантиметров где мои записи вот у нас вот здесь было 65 сантиметров полуобхвате сейчас у меня в полуобхвате 75 сантиметров после того как я прибавила еще два раза вот эти вот петли сейчас у меня 75 сантиметров это по низу платье где же я прибавляла то есть первое я обозначу это первое вот это мы уже про это забыли что мы здесь прибавляли давайте первая прибавка я имею ввиду уже в волане платье у меня пошла так дай бог памяти сейчас я переверну чтобы это было понятно по вязанию и так мы же вяжем по ходу вот отсюда вниз пошли так вот первую прибавку волане в 18 петель я добавила вот здесь то есть как только я стала переходить и от лицевой глади на волан на вот эту резиночку в первом ряду я прибавила перед резинкой вот эти 18 петель каждую 15 петель провязала 16 из протяжки провязала лицевой скрещены пина 15 петель провязала 16 лицевая скрещена добавилась 18 петель дальше пошла вязаться резиночка потом вот это лицевая гладь снова ниточкой мережка потом пошла вязаться еще одна мережка и вот здесь после того как я провязала вот эту бежевой нитью коричневой назовем потому что беж это тоже беж коричневой нитью вот это вот платочную вязку то есть ряд изнаночный дальше шел ряд лицевых и вот в этом лицевом ряду вот этой мережки я еще прибавила 18 петель и уже вижу прямо то есть вот здесь получается прибавка и и вот здесь то есть это где-то у меня а ну наверно сантиметров 12 если я провязала вот отсюда до 2 2 прибавки по валану поэтому вот не знаю буду я делать третью прибавку или нет но красота красивая получается девочки напишите хотя я знаю вы мне уже столько понаписывали добрых слов ни одного ни одного девочки такого вообще не бывало дизлайки стоят по моему пять или шесть дизлайков но гадости никто пока не написал вот-вот-вот чтоб не сглазить ну а напишут дадим отпор а все мои хорошие вот посмотрите какая сейчас погода на улице это вот сегодня 9 апреля а сейчас я вам включу нашу вчерашнюю прогулку нашу вылазку после ужина посмотрите что творилось вчера снег и гроза я такого еще не видела ну а на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока друзья пришли кормить уточек нам даже агари прилетели вот видите рыженький и вон еще одна вот парой это вот те утки убийцы но сейчас мы их жалко наши то эти кряквы такие расторопные прям все вырывают лёшек стоит бросает наши прям шустрые а эти агари такие степенные медлительные мне прям их жалко пока да как только птенцы вылупятся у них сразу это утка убийцы потому что они за своих птенцов готовы весь пруд разогнать и убить чужих детенышей только так на раз-два но они вот мощные видите в общем друзья у нас сегодня холод собачий вы так сказала я достала свой пуховик опять оделась тепло ветер такое вот видите пруд начал оттаивать вот там вот утки плавают здесь вот все постягивала здесь вот уже вода была ну вот опять постягивала ну все равно сколько сколько ты смотрел плюс 4 ощущается как минус 2 но за счет ветра очень это ветер эти чайки они это видите как у нас пасмурно вот мы шли их не было сейчас вот налетели налетели это рыбку дохленькую собирают вот в общем два дня я не выходила два дня лил дождь а сегодня вот уже все надо надо пойти погулять хоть немножко ходились вот теплее и ходим вот гуляем да доброе дело сделали утечек покормили все заканчивается потом еще туда пойдем ну хорошо ну этих то кормят мы как-то сидели на скамеечках чай пили здесь люди постоянно подходят бросают в общем вот такой у нас сегодня день холодный а я сейчас тоже за тобой пойду друзья вот в таком я прикидя представляете достала теплый пуховик в общем рано я его засунула далеко в шкаф думала что уже все весна но нет и вот что хочу сказать что вяжите жилеты или вяжите свитера трансформеры помните мой вот этот трансформер из медары с добавлением там не помню уже чего-то а опала как хорошо рукава отстегнула водолазочку тоненькую одела теплый пуховик руки движутся ничего мне нигде не давит в руках и здесь везде тепло красота красивая были бы рукава во первых я бы себя не уютно чувствовала сейчас было бы во первых жарко во плохо двигаться хотя рукава у меня есть но они пристегиваются я их не пристегнула в этот раз и в общем убедилась что жилеты это вообще очень классная классная вещь сейчас переключусь покажу перешли мы на другой пруд осталось немножко хлебушка лёшек кормит друзья решила включить показать вам вы посмотрите как изменилась у нас погода это еще что это мы уже практически возле дома как поднялся ветер прям такой ураганный ветер гонит в спину в общем мы оттуда быстро быстро но вы посмотрите и это сегодня 8 апреля мосток наш оттаял но снег метель такой снег с дождем в общем хорошо что мы вышли раньше из дома потому что если бы сейчас конечно мы бы никуда уже не пошли в такую погоду видите какой снег с таким ветром а вот решила вам показать посмотрите какие у нас здесь болото образовали снег потаял и вот такая вода стоит сейчас за этим снегопадом камера не может словить вот эти озера вот сколько снега было в этом году вот видите надо же гром вы слышите вообще очень плохая примета на голые деревья гром хорошо конечно но не будем верить приметы будем верить хорошее будущее а вот посмотрите такого в нашем парке еще не было это вот талая вода и к нам пришли уточки сейчас вот мы их спугнули а там еще есть ты посмотри там вдалеке тоже и короче они используют все а это вороны но это я слепая да он они поплыли видите в другую зашли талую воду вот они и плавают здесь не ну снег и 8 апреля друзья я поздно включилась вот только что гремел такой гром в общем не знаю даже что и сказать утки и снег друзья вы посмотрите это называется мы зашли домой только что был вот такой снег с порывами ветра только мы пришли домой и вот вам пожалуйста солнце правда дождь идет но солнце прям обидно пришли даму да нитки вымокли у меня пуховик насквозь промок и вот посмотрите вот такое голубое небо и солнце вот так погода меняется у нас в москве 8 апреля